В Чувашском государственном театре оперы и балета отметили 90-летие со дня рождения Бориса Маркова. Память отца, как его называют артисты, режиссеры и балетмейстеры, посвятили показ культовой оперы Нарспи. И еще отныне всех зрителей, входящих в зал, будет встречать сам основатель театра. Подробнее в нашем сюжете. Изображение Бориса Семеновича Маркова в человеческий рост появилось в фае в день 90-летия режиссера. Его написал известный в Чувашии портретист Николай Карачарсков. Причем написал так, что даже человеку непосвященному становится понятно, кто перед ним. На профессиональную принадлежность указывают и кулисы на заднем плане, и пюпитр, и либрет из знаменитой оперы Чапай в руках режиссера, которая в этот момент явно обдумывает какой-то сценарный ход. Пока работал над портретом, Николай Прокофьевич вспоминал время, в котором был довольно близко знаком с Борисом Марковым. Я помню, что оперный театр начинался, все премьеры начальные, мы все художники толпой ходили. Мы ходили толпой художники, потому что выпускники художного училища, все меломаны были, потому что первый этаж художного училища с 50-го года, даже раньше, я с 50-го года там учился, и первый этаж художного училища, а второй этаж филармония. Там симфонический оркестр, там все певцы, все сольные певцы, Мефодий Денисов, Пикулина Елизавета, там и другие певцы, они арии и романсы весь день. Ну вот под эту вот музыку учились пять лет. Кроме Чапая, на сцене Чувашского театра оперы и балета Борис Марков поставил около 30 оперы и оперет. Многие до сих пор не сходят с подмостков. Одна из таких постановок – Нарспи. На этот раз она вновь собрала полный зал в память о человеке, избравшему своей эстезией театр и служившему ему так преданно. Елена Гальперина, Андрей Спиридонов, Республика.